Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Зеленский, и рад вас снова приветствовать на своем канале. Я знаю, что многие из вас смотрят мой канал, потому что я рассказываю о плюсах и минусах жизни в других странах, и эта информация является для вас, конечно же, полезной, особенно учитывая ту ситуацию, которая сейчас образовалась в Украине, ту ситуацию, которая уже много лет сохраняется в России, поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить будущие полезные выпуски. Других не делаем! Ну, а если, дорогой друг, ты уже являешься моим подписчиком, то жмякай королевский лайк под этим роликом прямо сейчас, и мы перейдем к обзору 5 вещей, которые могут тебе не понравиться в Дубае и в целом в Арабских Эмиратах. Это та страна, в которой я прожил 5 лет, и поверь мне, есть что тебе рассказать о подводных камнях и, в принципе, жизни в этой стране, потому что есть вещи, которые вводятся совсем недавно, вот, допустим, в 2018 году, есть вещи, которые были там всегда, и они являются не то чтобы минусом, но особенностью, и не очень благоприятны для твоей эмиграции, для твоего переезда, для работы и, в принципе, для жизни. Кто, если не я, тебе об этом расскажет? Ну и первый пункт – это налоги, НДС, типсы и сервис-чардж. Что это такое? Ну, что такое налоги, я думаю, всем понятно, но дело в том, что в Дубае не было налогов до 2018 года. С начала 2018 года ввели налог НДС, по-английски он называется сокращенно ВАД, и он добавляется к общей сумме чека, если ты покупаешь какую-то продукцию. Это может быть еда, это может быть техника, это может быть проезд в метро или же в такси. Ко всем твоим тратам, если ты едешь в Дубай, неважно, как турист или как резидент, будет добавляться 5% налога на добавленную стоимость НДС или ВАД. В этом чеке вы можете увидеть общую сумму на 100 дирхам, и к ней еще добавлено 5 дирхам налога на добавленную стоимость. Они введены, я уже говорил, в 2018 году. Раньше таких налогов не было, то есть теперь людям придется немножко больше платить за свои покупки. Конечно же, все зависит от стоимости покупки, но тем не менее, это не очень приятно, потому что, по сути, каких-то предпосылок к этому особых не было, и люди 100% от этого только проигрывают, потому что если эта покупка очень дорогостоящая, допустим, какая-то техника, телевизор или же автомобиль, то, естественно, там сумма налога будет очень и очень большая. Вы что, ебанутое, что ли? С налогами мы закончили разбираться, едем дальше. Первый пункт у нас еще включает в себя типсы и сервис чардж. Что же это такое? Типсы это чаевые, то есть, добавив, принято давать чаевые, особой какой-то определенной суммы в этом плане нету обозначенной, но все равно вы их, по правилам хорошего тона, должны давать в заведениях, в такси, если вам понравилась поездка, в отелях, конечно же, потому что туда приезжают туристы, и там очень многие европейцы, американцы, австралийцы оставляют неплохие чаевые, и на вас будут немножко не так смотреть, если вы их не оставите, но вам об этом никто ничего не скажет. Но все равно культура чаевых есть, в принципе, как и в Америке, но не такая она ограничивающая, поэтому лучше об этом не забывать. Помните, если у вас есть лишние деньги, то желательно оставить чаевые тем, кто для вас оказывает какие-то услуги, им будет приятней. Едем дальше. Сервис чардж. С этим вы можете столкнуться пунктом в чеке в отелях, в ресторанах, в ночных клубах. То есть, есть муниципальный сбор и сервис чардж. Как правило, они составляют по 10%, от 10 до 15 могут составлять, и они добавляются в чек. Сейчас я вот здесь размещу еще один чек, качество у него не очень, но тем не менее, там видно, что человек посетил клуб Кавали и посидел компанией там приблизительно на 100 тысяч долларов, потому что они пили дорогое шампанское, дорогое вино. И к этому чеку вот снизу указано, что добавлено 20%, то есть 10% муниципальный сбор и 10% сервис чардж. Сервис чардж это наценка за обслуживание. От этого никуда не денетесь, если это шикарный ресторан, если это хорошее заведение или же отель, в чеке в любом случае будет вот такая наценочка. Даже если вы бронируете этот отель через booking.com или другие сайты, там иногда указывается, что этот налог включен, иногда указывается, что его нужно будет доплатить на рецепции дополнительно. Деньги есть. Друзья, в этом ролике, конечно же, я больше даю информации для тех, кто хочет приехать, стать экспатом, пожить, поработать в Дубае и меньше для туристов. Но туристы тоже могут использовать эту информацию. Эта информация заставила мои извилины работать в режиме 24 на 7. Давайте резюмировать. Первый пункт это то, что вам придется платить НДС 5% со всех покупок, плюс сервис чардж, если вы куда-то выйдете в клуб или в ресторан, выпить пару бокалов шампанского или вина. То есть за все это вам придется платить. Это не очень приятно, но такие правила в Дубае. И вам стоит об этом знать. То есть если вы планируете потратить определенную сумму, допустим 100 дирхам, никогда не берите с собой 100 дирхам, берите больше. Ну и естественно, если вы планируете потратить 1000 дирхам, то берите с собой полторы или даже две. Потому что будут налоги, будут какие-то сборы и вы должны быть от этого застрахованы. Едем дальше. Пункт второй. Это необходимость иметь подработку или две-три работы. Конечно же, если вы имеете одну классную позицию, если вы нашли хорошую вакансию и получаете неплохую зарплату, то вам не стоит даже обращать внимание на этот пункт. Но если вы не обладаете поначалу, допустим, когда вы только приехали, не обладаете высокой зарплатой, то вам нужно будет подумать, где вы можете работать партаментом, так называется, то есть подработка. И очень хорошо, если у вас есть какие-то знания в других сферах, где вы сможете себя применять. Допустим, вы работаете официантом, но еще вы можете подрабатывать моделью или хостесом. Вы можете принимать участие в фото-видеосъемках, потому что очень часто проводятся кастинги, снимаются какие-то фильмы, реклама, и это будет неплохой дополнительный заработок. Почему я так говорю? Потому что сейчас очень много людей в Дубае, очень большая конкуренция. Зарплаты просели, жилье дорогое. И, естественно, проезд дорогой, связь дорогая. Еда не очень дорогая. То есть это, конечно же, плюс. И вам нужно будет иметь какую-то подработку, если вы хотите отложить какие-то деньги, если вы хотите, чтобы у вас что-то оставалось. Многие люди едут в Дубай, и то, что они там зарабатывают, они сразу же и тратят. Ну, в любом случае, они там оставляют большую часть заработанного. Если вы хотите отложить, что-то накопить, потом куда-то инвестировать, или купить себе что-то классное, машину, квартиру, или же просто переехать в другую страну дальше, то вам нужна подработка. Одна или лучше две. Их там найти просто. Главное, чтобы у вас было на это время. Третий неблагоприятный фактор – это шум. От него в Дубае не скроешься нигде. Он есть и ночью, и днем. В нем, конечно, его больше. В некоторых районах его ночью больше. Все зависит от того, где вы живете, конечно. Но в густонаселенных районах, таких как Джелти, Марина, Даунтаун – это классные районы, они очень респектабельные, и в них живет масса европейцев. То есть, скорее всего, вам там захочется жить, а не где-то вот подальше. Потому что, если вы живете далеко, вам нужна машина. Машина – это дополнительные аэростраты, это права, которые нужно получать, это нужно время. Поэтому, если вы живете в этих районах, то есть, в Дубае, Марина, Джелти, Даунтаун, они сейчас застраиваются. В принципе, они всегда застраивались, они продолжают застраивать их. Постоянно какие-то стройки, постоянно отбойные молотки, перфораторы, трели, то есть, где-то все промышленное. Постоянно сидят машины, привозят цемент. Иногда они заливают этот цемент ночью. То есть, постоянно будет какой-то шум, стройки, да? Далее, если вы живете рядом с Шерезат Роуд, это основная дорога, которая идет через Эмираты. Там постоянный поток машин, ночью он немножко меньше. Днем, когда пробки – это просто жесть. То есть, постоянный шум от автострады. Далее, как правило, в Дубае, если вы слышали, возможно, возможно, вы были там, видели, очень много мечетей. И молитвы играют всегда и везде. То есть, пять раз в день могут играть призывы на молитву в рупаре. И молитвы играют всегда и везде. И молитвы играют в рупаре. И молитвы играют в рупаре. Очень часто они начинают свои молитвы в пять утра, в полшестого утра. То есть, это вас будет будить, с утра мешать. Первое время, да, может, несколько месяцев потом, вы приживетесь и вообще не будете обращать на это внимание. Вот. В Шардже вообще с этим очень все плохо, потому что там нереально много мечетей. И постоянно вы будете слышать, даже иногда с двух, с трех мечетей, вот эти звуки молитв, непонятные фразы, призыв на молитву. Ну, то есть, нам непонятны, а рабам-то они понятны. Вот. Ну, и на Марине есть две мечети, если не ошибаюсь. То есть, там тоже молитвы будут вам первое время мешать. Четвертый пункт, это одиночество. Это то, с чем вам в любом случае придется столкнуться, если вы едете одни, без семьи или без друзей, без подруг. Возможно, конечно, у вас есть какие-то друзья уже там на месте, это, конечно, будет круто. Но если их нет, если вы едете один, или ваши друзья много работают, то, скорее всего, вы будете чувствовать себя одинокими. Там нету такой культуры общения, которая есть в России или в Украине, в наших славянских странах. То есть, там время очень дорого стоит. И люди, многие туда едут работать, зарабатывать деньги. И, естественно, они понимают, что время, их время, это их деньги. Если они тратят на вас время, то они должны как-то заработать. Если они вам ничего не продадут, то нет смысла тратить время на вас. То есть, как таковой, там дружбы нет. Дружат или коллеги, или какие-то старые друзья. Ну, то есть, с этим там очень сложно. Сколько, на твой взгляд, в идеале, минимальная сумма, которую должен зарабатывать мужчина, чтобы, ну, встречаться, нормально состоять в отношениях или содержать семью? Не меньше миллиона. Месяц. Месяц, конечно. Так смешно меня, аж, блядь, трясет. С любовью, там происходит та же самая ситуация, как и с дружбой. Как правило, любовь по расчету, и каждый ищет какую-то выгоду. Как правило, это деньги, но иногда это может быть машина, какие-то другие услуги. То есть, все практически в Дубае пытаются друг друга использовать, и какие-то чувства, человечность, вот это проявляется в минимуме. Да, с вами могут хорошо общаться, могут вам улыбаться, но это не означает, что человек будет с вами дружить по-настоящему, и поможет вам, когда у вас будут какие-то проблемы, даже просто ответить на ваш вопрос. То есть, первый вопрос, который задают вам, когда вы приезжаете в Дубай, люди, которые, возможно, вас не знают, сколько вы в Дубае. Если вы скажете, я месяц, допустим, а они уже три года, то я не думаю, что они будут с вами очень тесно общаться, потому что у вас будут разные интересы. Многие ищут связи. Вы им не можете дать хорошие связи, потому что вы сами еще не обросли связями. То есть, с вами даже жить, скорее всего, не будут. Но вы можете попытаться с кем-то подружиться, потому что вам могут дать какую-то полезную информацию те люди, которые уже долгое время находятся в Дубае. Ну, или вы можете написать мне в комментарии, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. А теперь самое интересное. Ну, и еще один лайфхак, о котором я чуть не забыл сказать. Вы можете попытаться познакомиться с людьми, которые приехали примерно в тот же период, в который приехали вы в Дубай. После того, как вы обживетесь, когда у вас будет немножко больше времени, вы изучите город, будете понимать, что, где и как происходит, тогда вы сможете найти таких людей и общаться с ними. То есть, вам будет интересно, у вас будут какие-то общие цели, вы будете постепенно открывать для себя город, изучать его и строить свое светлое будущее. Многие ходят в ночные клубы в Дубае или в какие-то бары, в рестораны. Они там пьют, пытаются знакомиться. Кто-то пытается заводить полезные знакомства, чтобы потом продавать что-то этому человеку. Допустим, риэлтеры или же какие-то менеджеры по продажам, они иногда находят себе клиентов в клубах за рюмочкой виски или за бокалом вина. Но не все так делают. В основном делают так девушки. Им проще, конечно, находить контакт. Но все равно есть способ такой знакомства с новыми людьми в клубах или в ресторанах, в кафе, в отельных ресторанах, которых очень много при отелях. Там, в принципе, отдыхают респектабельные люди и вы можете там с ними познакомиться. Но это как вариант, если вы предпочитаете такой вид отдыха. Друзья, ну и последняя, пятая особенность, которая вам не понравится, это невозможность получить гражданство в Дубае. Я об этом уже рассказывал более подробно в своих видео, которые есть на этом канале о минусах Дубая. Также есть видео о плюсах жизни в Дубае. Они есть на моем канале. Вы их можете посмотреть, перейдя в раздел видео. И что я хочу сказать. Да, гражданство вы не получите. Вот такая особенность в этой стране. Они делают все для своих граждан, для аравов, но жители других стран, граждане других стран могут быть только экспатами, только работать в этой стране, получить как бы временное место жительства, что ли. То есть получить визу, которая им позволит жить, работать. Когда виза заканчивается, вас попросят уехать или сменить визу на какую-то другую. И что дальше? Почему я вынес этот момент на пятый пункт, на последний пункт? Потому что это очень важно, и чтобы вы это запомнили. То есть многие приезжают в Дубай поработать и закрепляются там, им нравится и так далее. Но почему-то многие забывают в Дубай, что они получат там гражданство, и нужно планировать свою жизнь дальше. Что вы будете делать дальше? Где вы будете работать и жить дальше? То есть рано или поздно с Дубая вас попросят уехать, поэтому думайте об этом сразу и думайте, что вы будете делать дальше. То есть не забывайте об этом. Это очень важно. Потому что многие люди приезжают в Дубай, живут там по 10-15 лет, тратят все деньги там, оставляют, ходят в клубы, отдыхают и забывают о каких-то своих будущих планах, ничего не делают для этого и уезжают ни с чем в конце концов. Поэтому если вы планируете эмигрировать, не просто поехать поработать, то может лучше выбрать вам другую страну какую-то, там, где вы сможете получить гражданство через 3, через 5 лет или через 6 лет. Вот. Это очень важно. Все зависит от ваших планов на будущее, от того, чего вы хотите вообще от страны. Просто заработать, приехать домой и потратить деньги или вложить, инвестировать где-то. Или же поехать дальше после Дубая в какую-то другую страну, в Австралию, например, или в Америку. Или же вы просто хотите очень много работать и все потратить. То есть все зависит, конечно же, от вас. Но нередки такие случаи, когда люди все тратят в Дубае на удовольствие, которых там очень много, на всякие вещи, которые соблазняют их сумочки, если это девушки, какие-то платья, туфли. Там этого всего очень много. Там есть все бренды, все в огромном количестве. Только нужно держаться, чтобы на это не потратиться. А почему нет? Почему нет? Для парней там тоже очень много соблазнов, очень много машин, очень много всяких яхт и так далее. Ночные клубы также процветают в сезон, поэтому там нужно быть очень благоразумным, чтобы не потратить все, что вы заработали, если вы что-то отложили. Но я думаю, что это и так понятно. Вот в принципе все. Видео мое подошло к концу. Спасибо, что вы его досмотрели до конца. Я надеюсь, информация была вам полезна. Пишите свои вопросы, если они у вас есть, в комментариях ниже под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok